Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии Вашингтона с вами Наташа Назгавая. Сегодня в программе очередной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Экономический кризис в Греции, последствия для экономики и геополитики. Загадочная гибель Сайгака в Казахстане, ученые ищут ответы. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В Ереване 12-й день протестов против повышения тарифов на электричество и коррупции. После заявлений полиции о намерении зачистить проспект Баграмяна, если активисты его не освободят, многие митингующие переместились на площадь Свободы. И вот сегодня, ближе к вечеру, люди вновь объединились. Все протестующие сейчас на проспекте, где и находится администрация президента Армении. По сообщению наших корреспондентов в Ереване, полиция, по крайней мере, в ближайшее время, не собирается предпринимать попыток разогнать митинг. Мы следим за развитием ситуации. Под Чернобылем вновь пожар. Возгорание возникло на территории лесного хозяйства. Чернобыльская пуща. Горит сухая трава и камыш. По данным украинских пожарных, огонь распространился на площади 130 гектаров. Представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщают, пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС не угрожает лесу и объектам электростанции. Спасатели успокаивают. Возгорание удалось локализовать, а радиационный фон в районе ЧП в норме. К тушению пожара привлечены более 100 человек и 24 единицы техники. Неоднозначный Донбасс. На западе Украины во Львове борются со стереотипами, как часто считается исключительно индустриальным Донбассе. На масштабный культурный форум «Донкульт» со всей страны и за рубежа съехались историки, театралы, музыканты и писатели. Все желающие могут посетить лекции, выставки, посмотреть кино и послушать концерты. Участником театральных постановок может стать каждый. Организаторы форума уверены, «Диалог между регионами Украины возможен только с помощью таких культурных открытых площадок». Александр с улыбкой вспоминает, как когда-то нашел любимую до сих пор игрушку. Таких радостных моментов из совсем недалекого детства много в каждом из рассказов. И одновременно через них проходит война. Обо всем этом подростки рассказывают взрослым. «Первый раз было очень сложно. Было сложно открыться. Тем более, первый раз мы показывали в школе перед людьми, которые нас знали, перед учителями. Это было просто ужасно. Но сейчас это все идет легче намного». Николаевка – небольшой город в Донецкой области. Прошлым летом он пережил оккупацию, бои и восстановление. Режиссеры Наталья Ворожбыт и Георг Жино приехали туда волонтерами и почувствовали в отремонтированной школе номер три много неотремонтированных душ. Так появился этот документальный спектакль. «Это терапия и для детей, и для тех, кто этот спектакль делает, и для зрителей, которые смотрят. Потому что мы все очищаемся через страдания, сочувствия к другим. А дети выговариваются. Для них это важно». Львовская премьера Николаевки – часть масштабного по времени и количеству акций проекта «Донкульт». Восемь десятков событий, открытых для всех желающих – кино, театр, выставки, лекции и дискуссии. Именно неспособность государства связать культурой разные регионы страны инициаторы «Донкульта» считают одной из главных причин кризиса. Соседи не знают друг друга. «Мы очень мало знаем не только о Донбассе. Просто сейчас это самое больное место. Там прорвало. Но это проблема каждого региона Украины. По статистике, только треть украинцев путешествовали внутри страны». Дать больше знаний – вот главная цель «Донкульта». Программа ориентирована в первую очередь на львовян, но также и на вынужденных переселенцев, для которых Львов и Западная Украина стали новым домом. Международный валютный фонд не получит миллиард 600 миллионов евро от Греции. Последний срок истекает сегодня вечером. Об этом заявляет министр финансов страны Янис Варуфакис. В то же время на вопрос, сможет ли Греция договориться с кредиторами о продлении помощи, чиновник отвечает, что надеется на это. Отмечу ранее МВФ дал понять, неплатеж Греции будет считаться дефолтом до Греции. Ни одна страна не отказывалась от своих обязательств перед фондом. Афины идут на такой шаг в связи с отсутствием денег. 5 июля, как известно, в стране пройдет референдум. Принимать непростые условия кредиторов или же нет. Европейские рынки демонстрируют чувствительность к новостям из Греции. Россия не исключение о ситуации понятным языком. Фрагмент интервью с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским. Ну, если говорить о рынках зарубежных, то все-таки надо вспомнить о том, что, скажем, 5 лет назад они реагировали гораздо более нервно, чем они реагируют сейчас на происходящее в Греции. Все-таки за это время и в Европе многое изменилось. И они создали, они, европейцы, создали некие защитные механизмы. В частности, был создан антикризисный фонд европейский. Его объем в целом примерно 750 миллиардов евро. Это огромные деньги, которые могут быть задействованы. Кроме того, Европейский Центральный Банк проводит сейчас программу количественного смягчения. Или аналог, как бы, американской программы количественного смягчения. То есть денег много. И именно поэтому рынки реагируют даже на такого рода новости относительно спокойно. Да, конечно, они нервничают. Да, конечно, могут быть падения. Но все-таки это несопоставимо с тем, что было, скажем, там еще 4-5 лет назад. В России, на Россию эти события влияют и на российский рынок, скорее, все-таки не напрямую, а посредованно. Но девиации есть с утра. Безусловно. Но влияние здесь может быть по двум статьям. Если, с одной стороны, евро будет слабеть, это значит, будет укрепляться доллар. Если будет укрепляться доллар, это значит, будет слабеть рубль. Это одна сторона влияния. Другая сторона. Всегда, если дорожает доллар, дешевеет нефть. Это почти как два сообщающихся сосуда. Курс доллара и цены на нефть. Поэтому для России получается своего рода даже двойное воздействие и оба направления негативные. С одной стороны, растет курс доллара, а с другой стороны, при этом падают цены на нефть. Вот и то, и другое вместе взятое, конечно же, негативно влияет на курс рубля. Регулятор Центробанк будет гибким в этой истории? Вы имеете в виду Центральный банк Российской Федерации? Да, безусловно. Но пока большой нужды в его каком-то вмешательстве, в общем-то, нет. Потому что рынок реагирует достаточно адекватно на то, что происходит. И, как мне представляется, ну, наверное, не только мне, а финансовым властям, раз они не предпринимают никаких заметок, по крайней мере, усилий, наверное, кажется примерно так же. Затянутые пояса греков. Вот все об этом говорят, но хорошо, если вы, как экономист, расскажете об этом зрителям. Это реальное падение доходов, это увеличение расходов. Вообще, вот в цифрах можете нас сориентировать? Если в 2009 году, когда только-только кризис греческий начинался, средняя пенсия в Греции составляла примерно 1350 евро в месяц, ну, если сказать для России такую сумму, это, конечно, огромная. Но там расходы другие. Но там абсолютно другие расходы, потому что, например, если пенсия у человека ниже 500 примерно, или там 450 евро в месяц, это уже за чертой бедности. Вот, чтобы понять, сравнивать, нужно сравнимые вещи. Так вот, если 5 лет назад средняя пенсия в Греции могла составлять примерно 1350-1400 евро в месяц, то сегодня эта же средняя пенсия меньше 850. То есть сокращение больше, чем в полтора раза. Точно так же сократились, конечно, огромное количество, было сокращено в рамках обязательств перед кредиторами, которые страна на себя брала под те самые кредиты, которые кредиторы предоставляли. Правительство вынуждено было проводить неоднократно сокращение многочисленных льгот, которые были. Это не значит, что все отменены, но, конечно, многие были сокращены. Были сокращены в итоге и, например, такие вещи, как 13-е и 14-е зарплаты, или 13-е и 14-е пенсии. Такие тоже вещи были, да. То есть это некие бонусы, которые выплачиваются дополнительно к 12-месячным жалованиям либо пенсионеру, либо государственному служащему. И в результате страна подошла вот сейчас к окончанию этой программы с настолько уже затянутыми поясами, что когда предлагается еще дополнительное, ну, понятно, примерно, реакция общества. Понятно, реакция общества. И именно на этой реакции общества, скорее всего, и пришли к власти те люди, которые сегодня возглавляют правительство Греции. Причем пришли всего лишь полгода назад. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из США. Взгляд на события в Греции из Вашингтона. Наташа. Министр финансов США Джек Лью призвал премьер-министра Греции Алексиса Ципроса найти устойчивое решение к греческому финансовому кризису ради глобальной экономики. В связи с экономическим кризисом в Греции, минувший понедельник на Нью-Йоркской бирже стал худшим днем с начала этого года. Индекс Доу Джонса упал на 350 пунктов. На бирже находится наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, здравствуй. Как начался сегодняшний день и чего ожидают экономисты? Добрый день, Наташа. Сегодняшний день начался на более положительной ноте. Ведущие фондовые индексы пока что повышаются примерно на 0,3%. Это, конечно, гораздо меньше, чем 2-2,5%, на которые они понизились накануне. События развиваются достаточно непредсказуемо. И именно это как раз и нервирует рынок. Рынок не любит непредсказуемости. Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться дальнейшие события. Поступают сообщения о том, что переговоры между Грецией и так называемой Евро-тройкой продолжаются. Есть, по крайней мере, у греков какие-то надежды на то, что некое соглашение будет достигнуто еще до воскресенья, когда будет проводиться референдум. Но, тем не менее, как заявил сегодня министр финансов Греции Янис Варуфакис, сегодня Греция точно не внесет полтора миллиарда евро, которые она должна внести в счет выплаты своих кредитов. И практически это означает дефолт Греции. Что это означает? Экономисты не могут пока что предсказать. Говорят о выходе Греции из еврозоны. Хотя сами греки настаивают, что они не будут, не намерены выходить из еврозоны. Кто-то из представителей греческого правительства даже сказал, что Греция может попадать в суд на Евросоюз. Потому что нет процедуры исключения страны из еврозоны. Нет такого прецедента, нет такой процедуры. Греции правила не прописаны. Это именно то, что нервирует рынок сегодня. Да, Миш, вообще получается, что в Америке обсуждают еще вопрос, естественно, может ли кризис перекинуться на другие страны. Вот США, например, намечается тут своя Греция. Пуэрто-Рик, это территория, которая находится под управлением США, тоже не в состоянии выплатить государственный долг и готовиться к дефолту. Это более серьезный вопрос для американской экономики сейчас, чем Греция или нет? Да, нужно сказать, что Греция составляет примерно 1,8% европейской экономики, экономики Евросоюза. Объем экономики Пуэрто-Рико по сравнению с общей экономикой США, наверное, еще меньше. Тем не менее, некоторые экономисты говорят, что возможный дефолт Пуэрто-Рико может быть более серьезной угрозой для американской финансовой банковской системы, чем ситуация в Греции, потому что американским банкам принадлежит лишь 14 миллиардов греческого долга. Ну, там еще есть хедж-фонды, которым принадлежит 11 миллиардов. В то время как долги Пуэрто-Рико принадлежат почти исключительно американским финансовым институтам, банкам, пенсионным фондам, а эта сумма в 72 миллиарда долларов. Губернатор Пуэрто-Рико по диле накануне заявил, что эта территория будет настаивать на банкротстве. Хотя здесь тоже есть свои проблемы. Эта процедура для Пуэрто-Рико, которая не является штатом, также не прописана. Так что очень много неопределенностей на рынке сегодня, Наташа. Ну, как обычно, будем следить за ситуацией. Спасибо. Это был наш корреспондент Михаил Гудкин с Нью-Йоркской биржи. Спецслужбы США задержали очередного американца по подозрению в пособничестве группировки «Исламское государство». По данным ФБР, 23-летний житель штата Нью-Джерси намеревался отправить деньги исламистам, в ряды которых вступил его брат. Известно, что молодой человек попал на радар спецслужб во время расследования возможных планов ИГИЛ устроить теракты в День независимости США 4 июля. Как предупреждают эксперты, Запад явно недооценил силу и влияние группировки, что может грозить затяжной дестабилизацией всего Ближнего Востока, Африки и проникновением террористов в западные страны. Роман Мамонов выслушал мнение специалистов. Военные сводки из Ирака или Сирии об очередных атаках боевиков самопровозглашенного исламского государства или об операциях против ИГИЛ стали почти привычными. Страны региона и ведущие мировые державы, застигнутые врасплох появлением год назад хорошо организованной и вооруженной группировки, так и не смогли найти способ быстро и эффективно ее уничтожить. Конечно, США удалось собрать коалицию из шести десятков стран, но разногласия между ними, нежелание проводить наземную операцию и отсутствие инфраструктуры играют на руку исламистам. США могут предоставить серьезную военную силу, но без должной поддержки на месте она неэффективна. Например, отсутствие наводчиков снижает результативность авиаударов. Без грамотной логистики иракские военные, даже если они отлично сражаются, часто оказываются отрезаны от снабжения. В такой ситуации солдаты чувствуют себя брошенными, без поддержки. Барак Обама неоднократно говорил, что действия, направленные против исламского государства, не перерастут в наземную операцию или войну с участием американской армии. Но отправить в Ирак военных все-таки пришлось. Они тренируют иракских солдат и помогают в разработке операций. Также вместе с союзниками США наносят авиаудары, вооружают и тренируют отряды курдов, пешмерга. Если в их смелости сомнений нет, то иракские военные уже не раз уклонялись от боев. Министр обороны США в мае даже усомнился в их желании сражаться за свою страну. Наряду с проблемами в реализации военной стратегии противостояния группировки исламское государство, США и союзники, как говорят эксперты, проигрывают и идеологическую войну. Исламисты все более эффективны на пропагандистском фронте, привлекая через социальные сети сотни и тысячи новых бойцов, в том числе из западных стран. По подсчетам специалистов, активисты ИГИЛ каждый день размещают в социальных сетях под 90 тысяч сообщений. Казалось бы, капля в море, миллиардов записей в Facebook, Twitter и на других ресурсах. Но джекадисты со средневековыми взглядами с легкостью освоили современные технологии привлечения аудитории. И тут американское оружие не поможет. Ставку надо делать на местных активистов. Мои друзья в арабских странах говорят, что в местных социальных сетях по-прежнему силен, как я бы сказал, дух свободы после событий на площади Тахрир. Его главный лозунг «Я гражданин, я свободен, я могу общаться с кем угодно, и у меня этого не отнять». Вот на это послание, на идеи свободного гражданина, должен быть сделан упор. Но я уверен, что точно не США должны посылать это сообщение и говорить мусульманам, как жить. Это должно сформироваться в самом регионе. Вместе с тем, эксперты отмечают, что эффективная стратегия ликвидации исламского государства должна включать в себя налаживание религиозного диалога в Ираке, Сирии и других горячих точках региона, а также экономическую помощь. Рабочие места – лучшее оружие против идеологии войны. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Из горячих точек на чуть более прохладную тему. Принятый в нынешнем году указ президента Обамы об освоении охраны арктических территорий США свидетельствует о растущем внимании американских властей к полярному региону. Все больше экспертов подчеркивают, Арктика начинает играть весьма значительную геополитическую роль. По мнению одних, за Арктикой будущее человечество. Другие утверждают, что Север может стать театром новой мировой войны. Продолжение темы в материале Вадима Оленищева. Северная Америка долгое время была благословенным континентом, на котором не происходило крупномасштабных войн. Однако многие эксперты на Западе полагают, что военная напряженность на Крайнем Севере, в которую будут вовлечены США и Канада, – вопрос времени. По их мнению, освобождение большой части Ледовитого океана от льдов будет означать, что между разными государствами мира могут возникнуть территориальные или экономические противоречия. В случае обострения международных отношений, арктические массивы легко могут стать объектом аннексии. Достаточно вспомнить мощный Северный флот Российской Федерации, имеющий в своем распоряжении атомные подлодки, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами. Нынешний уровень технического прогресса позволяет совершать акты агрессии, даже когда наступающая армия находится далеко от границ противника. Я думаю, что мировое сообщество должно бороться против этого. Конечно, в нынешней ситуации, возможно, не позволяет это. Но всем надо стараться разумно себя вести. Естественно, для радикальной эскалации нужны веские причины. Но беда в том, что, по крайней мере, одна такая причина уже существует. Это украинский кризис, затрагивающий непосредственные интересы как России, так и НАТО. Чтобы избежать превращения военного конфликта в Восточной Украине в континентальную войну, канадский политолог Ирвин Студин предлагает трехэтапную программу, начиная с отправки в Донбасс миротворцев. Тут есть три условия, чтобы решить этот конфликт в ближайшее время. Во-первых, миротворческие силы из нейтральных стран, в частности из Индии. Отказ Украины от вступления в НАТО. Это естественный фактор, всем это известно, даже у украинских приятелей. И, во-третьих, конец санкций, не включая санкций относительно Крыма. Студин, часто бывающий по работе в Москве и Киеве, считает, что осуществление этой программы позволит впоследствии создать новую структуру украино-российских отношений, а также улучшить взаимодействие обеих стран с государствами Европы. Правда, скептики уже отмечают, что в целом этот план представляет собой скорее односторонние усилия Запада по умиротворению тех политиков в Кремле, у которых развилась аллергия, на присутствие НАТО вблизи границ России. Так или иначе, более детальный анализ за специалистами. Геополитические трансформации после окончания Холодной войны, климатические изменения, новые технические возможности для использования природных ресурсов – все эти факторы значительно повысили стратегическое значение Арктического региона. Поэтому от таких государств, как США, Канада и Россия, эти изменения требуют более серьезного отношения и намного более ответственных действий в будущем. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В эти дни наши коллеги «Радио Свобода» отмечают 20-летие переезда в Прагу. Сергей, поздравляем. Да, Наташа, спасибо. За это время в эфир вышли тысячи передач на 28 языках. Наш коллега, сторожил «Свободы», публицист Ефим Фиштейн, начинал работу ее на радио еще в мюнхенской штаб-квартире. В его рассказе сегодня 20 лет пражской истории компании. После прихода в Белый дом президента Билла Клинтона было принято решение свернуть деятельность радиостанции «Свободная Европа» и «Свобода». К счастью, нашлись люди, которые вспомнили о том, что и в прошлом неправильные решения отменялись, что в Праге существует свободное, достаточно крупное здание, которое можно было использовать под радио «Свободная Европа». Это было здание федерального собрания, распавшейся к тому времени Чехословацкой федерации. Устами Вацлава Гавила, президента Чехии, радиостанциям было предложено перебраться в Прагу. Я считаю, что это большая честь для Чехской республики. Это выражение доверия всей нации, что именно Прага была выбрана для штаб-квартиры «Радио Свобода». Когда радио «Свободная Европа. Свобода» переехала в это здание, нам пришлось многое перестраивать. Многое, но не все. Например, помещение, в котором мы сейчас находимся, служило для общих летучек. Из окон этого помещения открывался прекрасный вид практически на всю Прагу, включая Пражский град. Сейчас на фоне экспозиции Национального музея трудно поверить. Но в 95-м, когда «Радио Свобода» переехала в это помещение, здесь находилась верхняя палата Чехословацкого парламента. В этом помещении был устроен новостной зал, ньюс-румы. Стояли телетайпы по тому времени, собирались в централизованном порядке новости со всего мира, производились интервью с интересными людьми, писались комментарии для распространения по службам. Радио «Свобода» – новости. Во второй половине нулевых годов руководство радиостанции приняло решение снять специальное и для этой цели, для нужд радио, построенное помещение. Время свободы. Здесь, в новом здании, нам уже ничего не пришлось перестраивать, не пришлось выдумывать, где поставить студии, как перестроить ньюс-рум, новостной зал. Здесь все было приспособлено и отвечало самым высоким требованиям радиожурналистики. Радио «Свобода» – новости. Другие темы. Массовый падеж животных в Казахстане. Мировые ученые под эгидой ООН подключились к расследованию загадочной гибели сотен тысяч сайгаков. За последние пару месяцев в Казахстане погибло более 40% мирового поголовья. Местные экологи и жители уверены – животные отравились ядовитым ракетным топливом после серии катастроф российских ракет-носителей «Протон», запущенных с космодрома Байконур. Александр Орлов. Спасаясь от опасности, сайгак может развивать скорость до 80 км в час. Но есть убийцы, от которых убежать невозможно. Целые стада этих животных были найдены мертвыми. По непонятной причине погибло около 135 тысяч особей. Сайгаки сегодня оказались под угрозой исчезновения. Недоумение вызывает стопроцентная смертность. Крупные стадо, взрослые самки и самцы – все поголовно мертвы. И это происходит в то время, когда самки должны рожать. Захоронение трупов заняло недели, а отсутствие информации вызвало многочисленные слухи. Местные жители связывают массовый падеж с неудачными запусками российских ракет «Протон-М» с космодрома Байконур. Местная фермерша рассказывает, что в ее деревне по непонятным причинам, помимо сайгаков, погибли 15 домашних коров. 19-го мы только услышали, что начали сайгаки упадать. Ну, погибли. А до этого мы ничего не слышали. Но было, когда где-то в конце мая был что-то, какой-то взрыв был. Мы это не знали. Ночью было какой-то вспышка. Вы это вышли? Вспышка где-то по дороге была. Но сказали где-то возле Хайнара, там упал «Протон», от него идет газ «Гиптил», что ли. Эта точка зрения достаточно распространена в Казахстане и даже породила акции протеста. Некоторые экологические и оппозиционные активисты обвинили правительство в утаивании истины. Однако научные эксперты ООН утверждают, что казахстанские власти обеспечили им полный доступ к информации и что доказательств связи запуска ракет с массовым падежом сайгаков пока нет. Но в ходе работ ученые нашли два вида бактерий в тушах сайгаков. Важно понимать, что эти бактерии могли привести к гибели сайгаков, если ослаблена иммунная система. Мы до сих пор не знаем, что же истощает организм животных и делает их уязвимыми для бактерий. Пока ученые ищут ответы, падеж сайгаков продолжается, сводя к нулю многолетние успешные усилия по спасению уникального вида. Александр Орлов, Светлана Глушкова. Настоящее время. Казахстан. Время передавать слово в Вашингтон. В США спорят о гуманной смертной казни. Наташа, продолжайте. Да, противники смертной казни надеялись, что Верховный суд признает ее неконституционной. Вместо этого судья Сэмой Леолит опубликовал вердикт, согласно которому смертная казнь является конституционной. Следовательно, нужен конституционный способ приведения приговора в исполнение. Либералы заявляют, что по сути судья предлагает адвокатам заключенных, приговоренных высшей мере наказания, самим предлагать альтернативные, менее болезненные способы приведения приговора в исполнение. Подробности у Александра Панова. Противники смертной казни в США надеялись на победу в судебном процессе глоссе против Гросса, дошедшем до высшей инстанции Верховного суда. Трое заключенных, приговоренных к смертной казни в штате Оклахома, обвинили власти в нарушении восьмой поправки Конституции США, запрещающей жестокие и необычные казни. Поводом к иску стало применение в ходе казни Мидазолама, препарата, который должен погрузить человека в глубокое бессознательное состояние, перед тем, как к приговоренному введут еще два вещества, парализующий организм и останавливающие сердце. Ряд медиков, а затем и тюремные власти, забили тревогу. Мидазолам может не действовать, значит, казнь становится одновременно последней пыткой. 38-летний Клейтон Локкет потерял сознание через 10 минут после введения ему первой усыпляющей прививки. Однако после того, как ему ввели второй и третий препарат, он, стиснув зубы, стонал и корчился. Тюремщики опустили шторы, чтобы свидетели казни не могли видеть того, что происходило в камере смертника. Возникли опасения, что медикаменты неэффективны, и распорядился об остановке смертных казней. Перед смертью заключенный перенес массивный инфаркт. Губернатор штата Мэри Феллин отложила смертную казнь Чарльза Уорнера, который должен был быть казнен двумя часами позже Клейтона Локкета. Локкет, четырежды судимый, был приговорен к высшей мере за убийство 19-летней девушки, дом которой с двумя подельниками он пытался ограбить. Хозяйка несвоевременно вернулась и ее раненую, но еще живую преступники закопали в землю. 46-летний Чарльз Уорнер был осужден за изнасилование и убийство 11-летней дочери своего соседа по комнате. Он так и не признал вину. Юридическое сражение развернулось вокруг медицинских препаратов. Могут ли они применяться в ходе казни, чтобы вызвать быструю смерть? Противники смертной казни надеялись, что Верховный суд, признав нынешние методы казни жестокими, остановит существующую практику. И это развернет стране дискуссию об отмене смертной казни вообще. На случай в Оклахоме обратил внимание президент Обама. Применение смертной казни в нашей стране связано со значительными проблемами. Расовая предвзятость, различные методы казни. Ситуация, когда в камере смертников побывали люди, которые позже были признаны невиновными из-за появления новых доказательств. Все это поднимает важные вопросы вокруг смертной казни. И эта ситуация в Оклахоме, я думаю, просто освещает некоторые из существующих проблем. Тем не менее, Верховный суд перевесом в один голос 5-4 признал существующую в штате Оклахома практику соответствующей конституции и не нарушающей восьмую поправку. В заключении высшей судебной инстанции Америки, написанном одним из судей, Самуэлем Элита, отмечается, что ИСЦИ, заключенные из штата Оклахома, не смогли доказать, что существует альтернативный и менее болезненный метод казни. Таким образом, Мидазалам победил, однако вопросы по его применению остаются. Смертная казнь США разрешена в 32 штатах, но применяется только в нескольких. И здесь уверенно лидирует Техас. Александр Панов, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Из Вены поступило сообщение, что переговоры по иранской ядерной программе продолжатся до 7 июля. Об этом подробнее в завтрашней программе. И еще сегодняшняя новость. В президентскую гонку в США вступает 18-й кандидат. Республиканец Крис Кристи, губернатор штата Нью-Джерси. Три года назад Кристи считался одним из самых перспективных лидеров республиканской партии. Однако после скандала, связанного с созданием искусственных пробок на мосту Джорджа Вашингтона, его рейтинг резко упал, и он вступает в гонку в крайне невыгодной позиции. Вот, кстати, еще другой кандидат, американский миллиардер Дональд Трамп, который начал свою предвыборную кампанию и заявление, что он будет самым великим президентом с точки зрения создания новых рабочих мест, стал первым кандидатом в этом сезоне, получившим уведомление об увольнении. Телеканал NBC отказался транслировать конкурсы Мисс США и Мисс Вселенная. На этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим вас и наших коллег в Праге. Всего доброго, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин